Решим очередную задачу под номером 27826 из открытого банка задания ЕГЭ по математике. Бисектриса угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении 4 к 3, считая от острого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 88. Строим параллелограмму. И построим бисектрису угла D. Тупого угла D. Вот таким образом. Тогда давайте покажем, что так как это бисектриса, то угол ADK равен углу KDC. Если мы обозначим угол ADK как угол 1, а вот этот угол 2, то у нас тогда, поскольку ADK бисектриса, то по условию угол 1 равен углу 2. Далее. Обозначим угол AKD как угол 3. Вот этот. И докажем, что угол 3 равен 1 и 2. Почему? Угол 2 равен углу 3. Можно записать это сразу. Угол 2 равен углу 3 как накрест лежащие углы при параллельных DC AB и секущей DK. То есть, да, действительно, при параллельных AB, DC и секущей DK углы 2 и 3 являются накрест лежащими, а значит, они равны друг другу. Получается, угол 2 равен углу 3. Что мы получили? Мы получили в итоге, что угол 1 равен углу 2 равен углу 3. А теперь как раз отсюда мы берем то, что нам нужно для решения этой задачи. Для решения этой задачи нам понадобится, мы будем использовать равенство углов 1 и 3. 1 и 3. То есть, итак, мы с вами получили, что угол 1 равен углу 3. Угол 1 равен углу 3. А это значит, что треугольник ADK равнобедренный. Почему? Потому что углы при основании равны, значит треугольник равнобедренный. А значит, получается, что AD будет равно AK. То есть, треугольник ADK равнобедренный. Давайте тоже это запишем. То есть, треугольник ADK равнобедренный. И у данного треугольника стороны AD и AK равны между собой. То есть, AD равно AK. Далее. Теперь переходим к этому отношению. То есть, нам известно, что точка K делит сторону AB в отношении 4 к 3. То есть, если одну часть принять за X, тогда AK будет равно 4X, а BK будет равно 3X. Почему? Ну, вот предположим, даже если мы не говорим одну часть или несколько частей, мы за X принимаем просто, можно записать так. Пусть, запишем так. Пусть AK равно 4X. Тогда, тогда BK будет равно 3X. Ну, действительно, если AK относится к BK как 4 к 3, это значит, что если мы AK разделим на BK, сейчас проверим отношение, тогда у нас получится 4X разделить на 3X, на X мы сокращаем, у нас получается 4 треть. То есть, получается как раз то, что нам дано. AK к BK равно 4 треть. То есть, отношение идет от острого угла. 4 к 3. То есть, 4 к 3. Отношение AK к BK. Таким образом, если мы взяли AK равным 4X, то тогда BK будет равно 3X. Что это значит? Это значит, давайте подпишем сразу. То есть, AK равно 4X. BK равно 3X. Поскольку треугольник равнобедренный, то AK равно AD и равно тоже 4X. То есть, вот здесь я могу дописать, что BK равно 3X и равно BK. А, нет, вот только не BK, а нам нужно с вами... Да, 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 сейчас подождите, значит, у нас тогда... Это мы не трогаем. Вот что. AK равно 4X, а значит, AD равно также 4X. То есть, AD также равно 4X. Почему? Потому что треугольник равнобедренный и AD равно AK. Что мы в итоге получили? Противоположные стороны параллелограмма равны, а это значит, AD равно BC. И если AD равно 4X, значит и BC равно тоже 4X. И DC равно AB. А чему равно AB? 4X до плюс 3X. То есть, будет 7X. Таким образом, большая сторона параллелограмма равна 7X. DC равно 7X. Теперь, по условию, нам известно, что периметр равен 88. Давайте найдем периметр данного параллелограмма. То есть, периметр это сумма всех длин сторон параллелограмма. А это значит, периметр равен... Сумма всех длин сторон. Что получается? AD плюс BC. AD 4X, BC тоже 4X. Значит, надо два раза по 4X взять. То есть, мы два раза берем по стороне AD. То есть, получается 2 умножить на 4X. Это мы взяли сумму длин сторон AD и BC. И теперь мы берем два раза по 7X. Потому что DC и AB равно 7X. Это значит, получается 2 умножить на 7X. Это и есть сумма длин всех сторон параллелограммы. И периметр по условию равен 88. И нам теперь осталось решить вот это уравнение. Чтобы найти X. Решаем уравнение. Получаем, дважды 4, 8X. То есть, 8X плюс дважды 7, 14 плюс 14X равно 88. Получаем, 8X плюс 14X. Это получается 22X равно 88. Откуда X равен 88 поделить на 22. 88 разделить на 22. Это равно 4. И теперь нам нужно найти большую сторону параллелограмма. Большая сторона параллелограмма равна 7X. То есть, AB равно DC и равно 7X. Так и запишем. То есть, AB равно DC и равно 7X. Подставляем вместо 7, 4. 7 умножить на 4. Получаем 28. То есть, получается, что большая сторона параллелограмма равна 28. И нам осталось только в ответ записать число 28. Задача решена.